Вот и вышел один из самых долгожданных аддонов для Харстоу, Натиск Драконов, вместе со своими многочисленными драконами и чересчур, на первый взгляд, имбовыми картами, которые на этот раз действительно своей мощью переваливают через край. Заходите в игру прямо сейчас и получите аж 5 новых легендарных карт Галакрондов, и конечно же Тиранду, если у вас ее не было. Эх, F за эксклюзивность. Дополнение вышло вчера вечером, и что это значит? Все верно, самое время открывать паки и крафтить новые колоды. И для всех, кому уже не терпится ворваться в новую еще формирующуюся мету, этот ролик и предназначен. Однако сначала небольшой дисклеймер. Если к выходу Натиска Драконов вы подготовились не очень основательно, и пыли у вас очень мало, не рекомендую сразу же спускать все на одну из каких-нибудь колод первых недель, только потому что она вам ну очень понравилась. Мета, как я сказал чуть ранее, еще формируется, и наверняка сказать, что будет разносить ладдер и мету, можно будет еще минимум через 2-3 недели. Поэтому, если у вас мало пыли, я лично рекомендую вам крафтить что-то новенькое, если затраты не превышают максимум 2 тысячи пыли. Но для тех, кому прям не хочется ждать, и тех, кто жаждет опробовать разнообразие новых драконов, побочных заданий и, конечно же, голокрондов, представляю топ-5 первых лучших колод в Хардстоун Натиск Драконов. Если ролик вам понравится и окажется полезным, буду крайне благодарен за лайк и подписку на канал. А с микрофоном, как всегда, плагиат, и мы начинаем. И первая колода, которую я очень хочу вам показать, это новый архетип паладина, который сами разработчики назвали Pure Paladin, или Чистый Паладин. Его частота заключается в том, что для активации особого эффекта пары новых карт с уникальным дизайном, ваша колода не должна содержать нейтральных карт. То есть Чистый Паладин состоит исключительно из своих классовых карт. А те самые карты называются Озаренный Ревнитель, который за 4 маны к своим статам 4-2 боевым кличем экипирует вам Тру Сильвер. И Одаренная Паладин, которая своим боевым кличем даст вам 5 случайных карт класса паладина. И нет, это скорее всего будут не 5 секретиков, а прям по Госту Назари, Второй Тирион и так далее. По крайней мере за несколько игр мне ничего плохого не упало. Подкрутка ли? Остается выяснить. Колода сравнительно недорогая, стоит около 5000 пыли. В зависимости от замен, коих здесь делать можно не так уж и много, в силу ограниченного пула карт. Ведь для работы особых карт, вокруг которых и строится весь архетип, нужно использовать только классовые карты. Нового паладина я бы отнес к Мидренш-колоде, и только лишь с Галдфишем из новых Небесных Клешней и Микромумий под новым побочным заданием правым делом я бы смог отнести к Агро-колоде. Из новых карт в колоде для выживаемости лежит очень мощный Интарный Дозорный и также Бронзовый Исследователь, которые вкупе отдадут вам минимум 20 отхила, если маленькие дракончики смогут хотя бы раз ударить с нее в Божественный Щит. И сверху еще дадут ресурсы в виде минимум двух ситуативных драконов с раскопки. В остальном колода содержит стандартный набор заклинаний контроля и ремовалов. Геймплей за пьер паладина я бы описал таким образом. Вы играете по темпу ровно точно так же, как это было с любым другим Мидренш-паладином в любой другой мете, только в этот раз оставлять тяжеленную карту за 7 маны на мулигане уже не выглядит как бредовая идея. Новый архетип паладина мне очень понравился, и я могу посоветовать его всем любителям этого класса на тест. Ну а мы идем дальше. Следующую колоду я бы собрал исключительно для того, чтобы разыгрывать новую Изеру и любоваться реализацией ее порталов. Рамп Друид с двумя картами для рампа или Биг Дракон Друид. Колода, на удивление, стоит не так дорого, как это было чуть раньше, например, в Мету РЛТ. Чтобы скрафтить этого друида или подобную его вариацию, вам понадобится около 8040 пыли. Хорошей новостью, к слову, станет то, что для этой колоды вам не понадобится раскошеливаться на эпики. Как вы могли заметить, в новом друиде появилось поистине огромное количество драконов, и именно на их синергии он теперь и построен. Для быстрого раннего рампа или на человеческом языке набора кристаллов маны нам поможет новое заклинание «Дыхание снов». Если вы видите, что к пятому-шестому ходу вы выставите существ на более чем 10 маны, не стесняйтесь оставлять новый побочный квест, чтобы затем поразить оппонента гигантским двухголовым деспотом или старой Изерой. Просто если новое выпадет, будет минус боевой клич. В остальном вы играете исключительно на синергиях драконов, стараясь выжать максимум из вашего темпа. А затем, под конец колоды используйте Изеру освобожденную, которая при розыгрыше во время усталости к вашему ходу выставит уже 7 случайных драконов прямо на стол, или, если этого не хватит, используйте с первого взгляда ненужную здесь королеву Алекстразу, когда в вашей колоде закончатся повторки, чтобы получить возможность либо перевернуть игру, либо просто сделать мощный скачок по темпу. Стоит также отметить и новую легендарную кудру Кладкинс, которая в ближайшее время наверняка станет стопроцентным включением во все драконы колоды, благодаря своему боевому кличу. Сразу хочу отметить, что прямо сейчас сообщество экспериментирует с огромным количеством вариаций этого друида. И я в этом ролике показал вам лишь одну из десятков вариаций, поэтому если вас интересуют замены, кое-как я здесь в нужном для этой колоды гигантском количестве приводить не буду для экономии времени, приглашаю вас на стримы буквально каждый день в ближайшие пару недель, около 20 часов по МСК, для более детального разбора показанных и не только колод. Ну а мы переходим к следующей деке. Колода номер 3, которая открывает Голокронт в деке в этом топе, и это дракон-контроль-жрец за 7840 пыли, что также не супер дорого для контроль колоды. Как вы уже могли понять из названия, в этой колоде имеется новый Голокронт. И где есть Голокронт, там сразу же есть карты к нему взывающие, а также его лучший друг Гронкс Драконья Копыта. Классный мужик. Фишка данного приста заключается в синергии драконов, Голокронта и, конечно же, незаменимых контроль-карт в лице истерии, коры гибельной и уже знакомых нам из прошлых дополнений сингл-таргет-ремовалов. В геймплейной части жрец по сути практически никак не поменялся, но с другой стороны он обрел больше ресурсов за счет Голокронта при воззвании и, естественно, выставлении, ведь боевым кличем престовского Голокронта является уничтожение случайных существ противника. Новые классовые драконы в лице и предельщицы судеб, которые отлично помогают выходить вперед по темпу, и разрушителя времени, который заставляет обыгрывать вокруг себя, усилили контрольную составляющую жреца, которая, возможно, позволит ему не только камбэкнуть в тир-1-2 со времен большого турнира, но и закрепиться в качестве отличной колоды для турниров. Ну а мы идем дальше. Дальше больше. Голокронтов. Колода номер 4 и Голокронт Шаман, либо Голокронт Темпа Шаман. Понимаю, сейчас у вас полетели флэшбэки от шаманов прошлой меты, особенно когда эволюция временно вернулась в стандарт, но такую мощную деку, как прокачанный Голокронтом Шаман, грех игнорировать. Кроме, очевидно, Голокронда и карт к нему взывающих, плюс наш незаменимый братан Кронкс, в колоде практически ничего не поменялось. Это все тот же Темпа Шаман, который спамит стол Искорками с Гермоголова, ставит удешевленных Могу Платорезов и кидает на них мутирование, превращая их в огромных существ, совершенно не вовремя для оппонента. В колоде также есть еще пара ломателей Темпа в лице безликих осквернительниц, которые не знают, что такое адекватный Темп и превращают ваши тотемы в 5-4 с натиском. И карта с не таким уж и лишним бёрст-потенциалом под названием Грозовое Облако. Эээ, нет, не то облако, вот это. Облако, конечно, подлежит замене, если у вас нет данного эпика. Некоторые так и вообще играют на этом шамане, используя дрожжеглота для дополнительных взываний, либо используя квест, дабы сделать все боевые кличи еще сильнее. Какую именно вариацию вы будете использовать, решать вам. Моя стоит 8420 пыли и на стриме в день запуска попала в тройку лучших по эффективности. Так что всем шаманам вперед пихать Голокронда в колоду и адски флексить. А мы переходим к последней в списке, однако далеко не последней по исторической значимости деке. Приготовьте палубу и свои повязки на глаза. Что, у вас их нет? Тогда тросточку или попугайчика. Я боялся перепевать кавер Пират Воин в фейс идиот, ввиду авторских прав, поэтому просто и понятно. Колода номер 5 и это Пират Воин. Наконец он вернулся, воскликнуло два человека и, ох, ё-моё, он снова здесь прошептал еще 90 миллионов. Пират Воин вернулся с новым дыханием и он не собирается так просто сдаваться. За 7760 пыли, из которых чуть менее 2000 придется на новые карты, вы сможете снова окунуться в глину и ощутить себя на месте дедов, которые воевали на нем еще до нерфа глазастика. Новый Пират Воин это адская машина, которая за счет новой легендарной пушки якоря спокойно перебирает всех пиратов в колоде, а когда она ломается, на помощь приходит грабительница. Только вот она не грабит, а возвращает, что может посеять в вашей голове некий диссонанс, но эффект реэкипирует одну из сломанных на протяжении матча пушек. Когда не хватает добора, мы естественно хотим якорь, когда нужно срочно доходить в лицо арканитовый жнец. Также в колоде появилась летучая баржа, мастхэв редкой раритетности, который будет стрелять на два урона случайному персонажу за каждого выстреленного вами пирата. И конечно же стоит упомянуть ученицу глазастика под названием разбойница-парашютистка, которая при правильном розыгрыше дает вам бонус к темпу, который нам так необходим. Думаю, что рассказывать, как играть за Пират Воина мне не стоит. Ладно, в трех словах, идти в лицо. Как бы это забавно ни звучало, это действительно вся инструкция. Против всех архетипов колод, кроме агро, конечно же. Если вы попадаетесь в зеркальный матч, либо на другую агро-колоду, которая играет от стола, вам необходимо будет крайне четко разменивать существ и именно таким образом получать преимущество. Иначе вы проиграете куда быстрее, чем снесете хотя бы пол кабинета оппоненту. Мы же не хотим проигрывать, а зарабатывать золото и звезды, правда? Что ж, на этом топ подходит к концу. Если у вас есть какие-то предложения по заменам в вышеописанных колодах или ваша вариация колоды показывает для вас нереальный результат, делитесь в комментариях. Сделаем материал из видео информативней вместе. Все коды колод вы сможете найти в описании и моей группе ВКонтакте. Я прекрасно понимаю, что кроме пяти представленных колод есть еще как минимум четыре класса и, естественно, еще три голокронды, которых мы с вами обязательно покроем в следующих топах и геймплейных видео. Поэтому настоятельно рекомендую подписаться и следить за каналом, так как контента на подходе море. Ну а на этом все. Огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, колоды, показанные в видео или какие-либо из комментариев, помогут вам получить максимальное удовольствие от меды в начале нового аддона, и вы поднимете все возможные звезды в рейтинговой игре. Если ролик вам понравился, буду крайне благодарен за лайк и подписку на канал. А за микрофоном был, как всегда, плагиат. Удачи в ладере и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok